Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня мы будем шить интерьерную игрушку. Такие игрушки очень хорошо сочетаются с декупажем, очень хорошо смотрятся сами по себе на полочке, и с ними можно играть. Пошив таких игрушек очень простой, напоминает пошив игрушек примитивов. Те игрушки, которые мы будем сегодня шить, имеют свою красоту за счет текстиля. То есть здесь фактически никаких украшений мы не добавляем, а будем добиваться нужного нам дизайна только фактурой и рисунком ткани. Я сегодня подготовила вот такие различные ткани. Они все примерно в одной цветовой гамме. Портьерная ткань, плотная, не тянется. Имеет рисунок вот здесь как вышитый, выбитый, так и здесь потайной. Из подобных тканей получаются очень красивые интерьерные игрушки. Для работы нам пригодятся и различные тесемочки, нитки, иголки, ножницы, любой наполнитель. У меня холофайбер. Картон будет нужен. Также нам нужны будут различные выкройки. Выкройки всех игрушек, которые мы сегодня будем делать. Внизу под видео в описании дам ссылочки, где вы можете скачать. У кого нет принтера, как можно перевести выкройку. Для этого вы к экрану компьютера можете приложить лист бумаги и на свет обвести выкройку. Первое, что мы сегодня сделаем, вот такого котика. Для того, чтобы сделать котика, нам нужно перенести выкройку на ткань. Выберу вот эту ткань. Если вам тяжело купить вот такие различные ткани, подойдите в ателье, где шьют занавески, где шьют одежду. Там всегда очень много обрезков. И за недорого или вообще бесплатно вам могут отдать эти кусочки. Должны мы найти долевую нить. У меня здесь очень сложно. У меня из этого куска очень много вырезалось уже игрушек. Я потеряла, где тут начало, где конец. И главное не выкраивать по косой. Иначе все равно немножечко при набивании ткани будет дефект. Ручку я беру здесь обыкновенную. Ткань плотная, ручка у меня не будет просвечиваться. Если у вас ткань просвечивается, возьмите карандаш или стирающийся маркер. Теперь обведу по выкройке. Многие выкройки я немножечко переделывала. Теперь я делаю полсантиметра, добавляю на припуски на швы. Внизу я добавлю целый сантиметр, для того, чтобы я хорошо, смело могла подогнуть ткань. Для удобства шитья вырезать я сейчас его не буду котика. Вот вырезала вот до такого состояния. Можно вообще было целым куском. Нужно будет это все теперь прострочить. Вниз мы оставляем непростроченным. И только после этого мы обрезаем край. Из такой же ткани я выкроила маленького котенка. Хвостик буду делать тоже поднятым вверх. Выкройку этой собачки я придумала сама. У собачки в первую очередь я прострочу хвостик. Ну и чтобы еще усложнить немножко задачу, сделаем еще птичку. Я ее тоже вычертила по выкройке. Там, где у меня будет находиться клюв, я сделала пометку. А клюв я буду делать из кусочка ленты атласной. Здесь я уже выкроила крылышки, они тоже будут отдельно идти, чтобы нам лишнее не мешалось. Сейчас нужно будет нам сделать клюв, согнуть. И затем от центра вот так заложить две складочки. Вот этой складочкой мы обернем к низу. И здесь немножко так прижгу, чтобы потом клюв не рассыпался в дальнейшем. Вот в этой выкройке я сразу изначально подрежу, срежу ткань по линии припуска на швы. И клюв вставлю вовнутрь самим острием вот таким вот образом. Только посмотрите, куда он будет поднят. Вверх, вниз, вот как вам хочется. Вот примерно в таком положении. И нужно будет его туда поставить по меточкам. Можно будет зафиксировать ниткой с иголкой. Можно будет булавкой. Здесь я зафиксировала с меточно-наметочным швом, для того, чтобы удобнее было прошить. Теперь нужно пойти и все прострочить. Друзья, я немножко подробнее остановлюсь на собачке. Как я сказала, хвостик нужно было прострочить. Вот в это место мы его будем пришивать. Вначале нам нужно будет его вывернуть. Обязательно в нескольких местах сделаю вот такие надрезики, надсечки, чтобы легче было и вывернуть, и изделие потом в этих местах хорошо ложилось. Как я выворачиваю? Я ввожу туда пинцет или зажим. И вот таким вот образом. Сейчас я его зацепила, краешек. И просто сейчас я его вытащу. Вывернула быстренько хвостик. Теперь я также зажим провожу вовнутрь и выравниваю все. Это можно, если какие-то узкие места, это все можно сделать, например, шпажкой. То есть более чем-то тоненьким. Вот такой получается хвостик. Набивать я его не буду. И проглаживать утюгом я его тоже не буду. Если он у нас будет пришит в это место, то вшить мы его должны будем вовнутрь, чтобы при выворачивании он у нас как раз торчал туда, куда надо. И здесь ушки у меня уже прострочены. Теперь пойду прострочу саму собачку. Ушки вырезаны. Собачка с хвостиком уже у нас есть. Сейчас мы ее будем выворачивать. Большие детали выворачиваются, в принципе, легко. Опять-таки вводим пинцет, карандаш, какой-то предмет, который нам поможет расправить все швы. Выворачиваем ушки. Теперь нужно будет пойти это все раскладить утюгом. Точно так же мы все сделаем с кошачьим семейством. А вот с птичкой, так как она из сыпучей ткани, мне пришлось обработать край зигзагом. И хвостик я тоже прошлась зигзагом. Все это потом можно будет срезать, можно будет спичками огнем удалить. Аккуратненько, если это синтетическая ткань. Птичку мы сейчас тоже вывернем. Почему я делаю сразу несколько работ? Потому что игрушки совершенно простейшие. И неинтересно какую-то одну работу только показывать. Крылышко я прострочила. С внутренней стороны я сделаю надрез и выверну его. Когда изделие выворачиваем, не забываем делать надсечки. Крылышки проглаживать я не буду, пусть они будут вот такими пышненькими надутыми. Сейчас я все вырежу, выверну и пойду все проглажу. Чтобы игрушка устойчиво стояла, нам нужно сделать плоское донышко. Для этого берем выкройку донышка, вот у нас здесь в виде круга. Обрисовываем на картоне и вырезаем. Теперь берем ткань и с изнаночной стороны приложили мы кружок. И обводим сантиметра на 2 больше, чем наше донышко. И вырезаем. По краю проходим с меточно-наметочным швом. Можно иголку через край делать. Всю окружность собираем на ниточку. И вовнутрь вкладываем вырезанный картон. Теперь нужно будет хорошо натянуть ниточку и закрепить. Вот так мы подготовим донышки для собаки и для кошек. Сейчас я хочу посмотреть, где будет лицо котика. И помочь себе нарисовать мордочку. Эта выкройка чем хороша, что здесь уже нарисованы глазки. Только остается приложить, обвести ручкой, а потом уже разукрашивать. Можно черной пастой. Я начерчу синий. Я буду красками закрашивать. Глазки можно также не только рисовать, но и вышивать. Вот когда уже есть трафарет, вот эти глазки, нам проще уже будет нарисовать или вышивать. Кто не хочет этим заниматься, можно купить вот такие глазки готовые и просто их приклеить. Они разных размеров, разных расцветок бывают. Наметить это лучше до того, как мы будем еще набивать наполнителем. А теперь у нас процесс набивания. Набивать я буду холофайбером. Помогать себе я буду и шпажкой, и зажимом. Вот они у меня разные есть, и большой, и маленький. Вот эти зажимы очень удобны для шития игрушек. Я им выворачивала. Я им могла выровнять все швы. И вот смотрите, как сейчас я буду наполнять. Очень сложно куда-то долезть. Пинцетик тоже надо держать очень хорошо. А здесь просто зажалки просто их туда вставляю. Почувствовали, вот что он уже хорошо держится. Теперь начнем голову. Сначала делаю рукой, потом все-таки помогаю себе зажимом. Шея очень тонкая. Надо в ушки набить. Голову плотненько набивайте, но в то же время не сильно. А вот шею надо хорошо набить, иначе она будет постоянно падать. Шея держаться будет плохо. Выравнивайте голову. Так как мы уже нарисовали и глазки, все, то здесь нужно будет поправлять и выравнивать, чтобы ее не перекосило. Хочу попробовать здесь добавить вот такую пищалочку. Купила на Алиэкспресс. Сейчас я ее просто туда вставлю и буду продолжать набивать. Хорошо, вот так плотненько набила тельце. Для подгибочки мы оставляли снизу сантиметр. Я его сейчас вот так прошью. Просто с меточно-наметочным как бы сделать границу. А теперь мне сюда нужно будет вставить донышко и ниткой в тон все это прошить. Вот смотрю, у меня один уголочек туда запал, пока еще не зашила. Могу добавить наполнителя. Теперь немножечко мы поправим. Проверяем, как у нас пищалочка пищит. Вот так аккуратненько прошито у нас донышко. Все игрушечки устойчиво стоят. Вот в собачку можно было бы еще добавить поплотней. Я это попозже сделаю. Здесь у котика я добавила тесьму. Буквально на несколько миллиметров донышко оказалось больше, чем туловище. И вот чтобы скрыть вот этот переход, он фактически был незаметен, но чтобы вообще было более идеально, я добавила вот такую тесьму. Сейчас собачке пришью ушки. Ушки я вывернула, подогнула разрез. Пришью на пуговички. Я буду насквозь прокалывать, а потом сюда пришью пуговички. Приклею сюда глазки. А носик можно вышить. Что мы делаем с птичкой? Всего-навсего набиваем ее через отверстие, вот хвостики. Набиваем наполнителем. Сформировать нужно будет хвостик, который бы вам хотелось видеть. Я вот так прошила, стянула такой хвостик. Крылышки дырочками к птичке. И сейчас с птички мы сделаем глазки. Если мне нужно будет нанести какой-то рисунок на ткань, я беру обыкновенные акриловые краски, но уже из художественного магазина. Смотрим и делаем. И вот такие глазки делаем птичке. Птичку можно посадить на шпажку, проколоть ткань шпажкой. Любую композицию, в цветочную, цветочный горшочек, вазочку в какую-то посадить. Можно и без шпажки. В прошлый раз мы делали с вами ключницу с птичкой. Так вот, у кого нет картинки, а хотелось сделать такую ключницу, можно смело посадить вот такую птичку. Можно на крышу, можно сюда ее приклеить. То есть птичка абсолютно универсальная. И сейчас я доработаю, дорисую глазки котикам. Покажу, какие в итоге у нас получились все игрушечки. Сейчас я предлагаю посмотреть то, что у нас получилось. Глазки расписывала акрилом. Посмотрите, как красиво бы смотрелись в таком интерьере кошечки-котята. Можно сделать собачью будку. Естественно, что или собачку меньше, или будку больше. Вот такое кошачье семейство. Думаю, что каждый такой может шить без особых затрат в свое удовольствие. Друзья, сегодня мы с вами сделали вот такое множество интерьерных игрушек. Которыми можно украшать различные дизайнерские композиции. На сегодня я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!